До зеркального блеска доводят от вала. Это как вот Феррари. Подготовка трактора, как подготовка болида Формулы-1. Работает над ним целая команда. Начищают до блеска. Удивительно, но от этого зависит ровность борозды. Если все сделать правильно, земля не будет прилипать к плугу. За рулем трактора Алия. Она единственная девушка, которая прошла финал соревнований. И хорошо знает, как много зависит от правильной подготовки трактора. Регулировки очень важную роль играют в пахоте. Надо отрегулировать глубину, вот эти корпуса плуга. Пока Алия готовится к финалу, по соседству соревнуются студенты профессиональных учебных заведений. 20 человек. Борьба не шуточная, говорят судьи. Молодежь охотно садится за руль тракторов, но после уходит. Зарплата не устраивает. Профессия механизатора стареет. Вот и Максим вряд ли останется в профессии, хотя понимает ее необходимость. Спашем, сажаем, делаем для башкири. Мы же все пахари работаем. Спашка – это основа, начало урожая. Плохо спашешь, не вовремя спашешь. Урожай как минимум на 5-10% ниже будет при прочих равных условиях. Фаиль Галямов говорит, что даже с учетом современных технологий, в нашем регионе никогда не откажутся от спашки земли. Она обязательна для выращивания картофеля и кукурузы. Поэтому работа у пахарей будет всегда. А сегодня участникам нужно спахать 10 соток за 45 минут. Но время здесь не главное. Работу оценивают по 10 параметрам, один из которых – глубина борозды. Здесь на трактор-шоу участникам нужно не только качественно, но и максимально быстро выполнить задание. Трактористы должны подцепить груз, преодолеть дистанцию и поставить его на место с максимальной точностью. Не у всех это получается. Некоторые теряют груз по дороге. Хотя есть и те, кто ставит груз абсолютно точно. В конкурсе на мастерство управления трактором участвуют опытные фермеры. Рафис приехал из Татарстана. Там у него 600 гектаров земли. Выращивает пшеницу и ячмень. Управляет большим коллективом. Несмотря на это, в поле выходит каждый день. Это у нас каждый день тренировка с одним трактором. Орудие подцепляешь, отцепляешь, работаешь. Вот наша соревновка. В соревнованиях принимают участие почти 40 трактористов со всей России и зарубежья. Среди них три девушки. Они представляют нашу республику и соревнуются наравне с мужчинами. У Гулии сегодня день рождения. Ей 18. За рулем трактора она давно. Меня папа научил в четвертом классе. Так для интереса меня посадил за руль. Ну так и затянулось. По словам папы, я идеальный сын, но только дочка. Победители будут представлять нашу страну на европейских соревнованиях. В прошлом году на них ездили механизаторы из Башкирии и Удмуртии. Но им не удалось войти в двадцатку сильнейших. Международный европейский чемпионат – это по сути как Формула-1. Мы пока еще до Формулы-1 не дотягиваем. Там все выступают на своей технике, со своими плугами, которые они холят и лелеют. Наши механизаторы пока еще не могут себе это позволить, поэтому мы им предоставляем и трактора, и плуги. Но в этом тогда своя прелесть, потому что условия у всех одинаковые, соответственно, все зависит только от мастерства. А оно растет. Это отмечают международные судьи. Да и участников становится больше. Хотя первый российский чемпионат по пахоте прошел всего пять лет назад. Республика принимает его впервые. В будущем году и наша страна впервые примет чемпионат Европы. А в 2020-м – чемпионат мира по пахоте.